всем привет меня зовут лёха маклик без и в одном из предыдущих роликов я рассказывал вам о том почему нужно менять определенные комплектующие в технике apple именно в авторизованных сервисных центрах на примере аккумулятора iphone 6s как я и обещал сегодня я расскажу про ремонт мак и какие подводные камни могут вас ждать когда техника выходит из строя это действительно очень неприятно и никогда не бывает ожидаемо случае с компьютерами мак это еще и ко всему прочему дорогостоящая техника которая по логике должна быть надежной но как и все созданное руками человека она тоже бывает ломается и так предположим у вас сломался компьютер маг при этом у вас закончилась гарантия apple care вы не приобретали почему-то большинство людей в нашей стране абсолютно убеждены что к официалам не стоит даже пытаться обращаться дескать там априори будет очень дорого и лучше сразу пойти в любимый подвальный сервис где мне здорово что-нибудь попаяют спорить не буду в авторизованных сервисах действительно цены наверное будут повыше чем у всяческих подвальных паял и связано это в основном с тем что компания apple не считает нужным вести мелкокомпонентный ремонт то есть если у вас что-то сломалось на материнской плате будет предложено поменять целиком материнскую плату если у вас разбилось стекло на экране а сам экран жив то никто вам в авторизованных сервисных центрах не будет отклеивать с помощью фенов и какой-то матери стекло переклеивать сомнительное по качестве стекло и так далее естественно существует ситуации когда проще и скорее всего выгоднее обратиться в какие-то проверенные но не авторизованные сервисные центры но доверять бы лично им я не стал и прекрасно понимаю что очень хочется сэкономить и не платить кругленькую сумму официалам но поверьте моему опыту что пайка материнских плат еще никогда не приводила ни к чему хорошим всяческие эти перепайки чипов риболы процессоров и графических чипов это все такая ерунда которая спасет ваш компьютер буквально на несколько месяцев и потом вы вновь будете вынуждены обращаться к услугам вот этих пайщиков меняя же например ту же материнскую плату официально вы гарантированно получаете оригинальное качество потому что эта плата элементарно делается на заводе так же как и в новом компьютере и замена такой платы целиком действительно помогает этому компьютеру работать еще много лет а всяческие пайки лишь убивают эту плату ну и конечно не стоит забывать что apple это премиум продукт если компьютер изначально стоит 150 тысяч рублей то естественно его материнская плата не может стоить 10 также как и с автомобилями естественно обслуживание у официальных сервисных центров будет более надежно но и более дорого это разумеется и также я хочу рассказать об еще одном факторе по которым я вам крайне не рекомендую обращаться ко всякого рода паялом дело в том что в компании apple на ключевые узлы такие как экраны и топ кейсы с клавиатурами те же самые материнские платы существуют две стоимости ремонта точнее стоимость самой части может быть как полная так и возвратная в большинстве случаев авторизованный сервисный центр предлагает вернуть поврежденную часть в компанию apple тем самым сильно сократив расходы но здесь есть один нюанс о котором я хочу рассказать на примере представьте себе человека у которого есть macbook pro 15 2015 года выпуска достаточно топовой комплектации и у него что-то происходит вот с той самой пресловутой материнской платой например компьютер не включается он сразу ошибочно решает что не нужно идти к официалам и идет к каким-то сомнительным гражданам там ему что-то делают с платой предположим что ему повезло и ему даже поднимают этот компьютер благодаря тому что что-то там перепаяли а ведь это бывает далеко не всегда далее он работает какие-то пару месяцев и у него проявляется та же самая проблема он плюет на все и решает все-таки сходить к официалам в сервисе ему проводят диагностику и приговаривают материнскую плату к замене но тут начинается самое интересное для этого компьютера замена материнской платы по возвратной стоимости то есть когда старая плата уйдет в apple стоит примерно 30 тысяч рублей плюс минус и вы возразите это реально большие деньги но этот компьютер даже сейчас 2018 году на вторичном рынке на каких-нибудь авито выставляется от 100 тысяч рублей так что треть стоимости компьютера за целую материнскую плату с процессором с видеокартой с оперативной памяти со всей логикой это я считаю что довольно немного но суть моего рассказа не в этом а в том что сервисники проводя диагностику естественно увидели что это плата по и на и с ней что-то произошло и в таких случаях политика компании apple что эта материнская плата является модифицированный вследствие несанкционированного ремонта данном случае это плата не может быть отправлено в apple и сумма не может быть скомпенсирована это очень грустно но сервисный центр в таких ситуациях вынужден предложить только замену этой платы по полной стоимости а она на секундочку составляет около 90 тысяч рублей и в таком конечно же случае этот ремонт становится нерентабельным вы можете возразить откуда берутся такие цены но пожалуйста приценитесь на официальные запчасти у тех же автомобилей и все встанет на свои места я надеюсь что я смог донести основную мысль что если вы идете к официалам вам конечно там что-то наковыряют но есть высокая вероятность того что вам поломают плату и после этого вы будете лишены достаточно адекватного по сумме ремонта у официалов если вы считаете что меня купили это какой-то рекламный ролик то не забывайте почаще смотреть на количество подписчиков моего канала чтобы понять что никто не будет заказывать рекламу у такого малонаселенного канала я лишь хочу этим роликом уберечь вас от возможных проблем которые возникнут с и так неприятной ситуации выхода из строя компьютера надеюсь что этот ролик вам понравился и показался полезным если это так ставьте палец вверх подписывайтесь на канал если этого еще не сделали вступайте в наш паблик вконтакте в наш теплый ламповый чатик в телеграме если хотите можете поддержать меня материально все ссылки есть в описании всего вам доброго